Приветствую всех на канале Лид Клуб. Айн Рэнд. Атлант расправил плечи. Пересказ с сайта briefly.ru. Автор пересказа Константин Житков. Читает Сергей Малиновский. Часть первая. Без противоречий. Глава 1. Тема. Крупнейшая нью-йоркская железнодорожная компания движется к краху. Ветхость железной дороги на одном из прибыльных направлений приводит к потере выгодных клиентов. Громадным убыткам и постепенному вытеснению предприятия с рынка перевозок. Президент компании Джеймс Таггард игнорирует эти факты, заключив контракты с недобросовестными поставщиками. Он вкладывает деньги в заведомо убыточное направление и считает, что конкурентные преимущества добываются связями с законодателями и политиками. Его сестра, вице-президент компании Дегни, понимает катастрофичность ситуации и решает провести срочную реконструкцию железной дороги. Чтобы спасти компанию, она расторгает заключенные вратом липовые контракты, решаясь закупить рельсы из нового сплава, который изобрел, стали промышленник, Риарден. Джеймс возмущен планами сестры. Новый металл никем не одобрен и не признан. Дегни берет на себя всю ответственность за реконструкцию железной дороги. Часть 2. Цепь Производство нового металла является результатом упорных десятилетних изысканий разума, стального магната и изобретателя Риардена. Скупая разорившиеся сталь-литейные заводы, Генри всегда делал производство на них прибыльным. Последние 10 лет он был одержим одной идеей – изобрести новый металл, превосходящий сталь по всем параметрам. Сплав был намного прочнее стали, дешевле и устойчивее к коррозии. Глава заканчивается описанием семьи этого героя – холодная жена, черствая мать и беспомощный брат. Генри не испытывает к ним ничего, кроме равнодушия. Он дарит жене браслет, сделанный из собственного сплава. Но супруга сравнивает подарок с цепью, на которой он нас всех держит. Глава 3. Вершина и дно Таггард считается с людьми из Вашингтона. Лоббисты озабочены о предстоящей реконструкции железной дороги. Заказы компаний достались человеку, заполучившему чуть ли не монопольное право на природные ресурсы, принадлежащее в конечном счете всем. Конкуренты считают несправедливым, если Риарден будет наращивать производство и получит прибыль в одиночку. Они решают сделать все, чтобы не позволить одному человеку уничтожить целую отрасль. Джеймс заручается поддержкой людей из Вашингтона, обещая им помочь в уничтожении Риардена. Дегни выводит все капиталы компании из убыточной мексиканской линии. Решая вложить их в новое строительство. Она не понимает, чем было вызвано строительство этой дороги. Никаких сведений о рудниках Медный король Де Акония не предоставил. Многие бизнесмены поверили ему на слово, вложив в проект миллионы. Ее брат стал президентом. Дал понять, что его друзья в Вашингтоне, имен которых он никогда не называл, очень заинтересованы в строительстве этой линии. Рудники – в стадии разработки, дорога не окупала себя, а компания несла убытки. Глава 4. Незыблемые перводвигатели Медные рудники и убыточная железнодорожная линия национализированы мексиканским правительством. На совещании акционеров Джеймс заявляет, что успел снять ценное оборудование и заменить его устаревшим, а также снять и заменить все, что можно было, сохранив капиталы компании. Лоббисты принимают закон против хищнической конкуренции, запрещающий деятельность нескольких компаний на одной территории. Ведь не прибыль, а служение обществу является первоочередной задачей железных дорог. Закон приводит к уничтожению здоровой конкуренции и гибели многих успешных компаний. Дег не возмущена такой политикой, так как никто не может оправдать истребление лучших. Человека нельзя наказывать за способности, за умение делать дело. Если же это справедливо, то лучше нам всем начать убивать друг друга, поскольку никакой справедливости в мире не осталось. Она не понимает происходящего абсурда, задаваясь вопросом, если остальные могут выжить, лишь уничтожив нас, то почему мы вообще должны хотеть, чтобы они жили? Крупный нефтепромышленник Уайет требует от нее возобновления перевозок, иначе его нефтяной бизнес и целый промышленный район придет в упадок. Героиня решает ускорить процесс реконструкции и делиться своими планами с Риардоном, который тоже хочет спасти страну от последствий их действий. Присутствие на строительстве дороги они чувствуют себя перводвигателями, спасающими мир. Глава 5. Апогей рода де Акония Бедный король Франциско де Акония всегда добивался феноменальных успехов во всех областях. Он получил самое лучшее образование, изучал науки, владел несколькими языками и путешествовал по всему миру. В 20 лет Франциско стал владельцем собственного завода. Все, за что он боролся, приносило бешеные прибыли. Но потом де Акония изменился. Он проматывал свое состояние, красуясь на страницах газет. За ним закрепилась слава афериста и плейбоя. Эти слухи подтверждала история с мексиканскими рудниками, когда все поверившие ему бизнесмены потеряли миллионы. Дегни понимает, что де Акония знал, рудники не имеют никакой ценности и абсолютно беспреспективны. Она требует от старого друга разумных объяснений, но он лишь усмехается над прогоревшими бизнесменами, которые считали, что вполне безопасно наживаться за счет моего ума, полагая, что моей единственной целью является богатство. Миллионер говорит, что деньги утекают не к тем, кто лучше всех производит, а к самым продажным. По меркам нашего времени побеждает именно тот, кто меньше всего создает. Глава 6. Некоммерческая. Жена Риардена устраивает прием в честь годовщины их брака. Гости бурно обсуждают закон о равных возможностях, который, по слухам, должны утвердить на государственном уровне. Этот законопроект запретит в период кризиса одному человеку владеть множеством предприятий в различных отраслях, в то время как другие не имеют ничего. Общество согласно с этим. На экономике страны пагубно отражается тот факт, что кучка предпринимателей сосредоточила в своих руках все природные ресурсы, не оставив тем самым никаких шансов другим. Генри не верит, что закон примут. По его убеждению человек должен заниматься тем, что разумно, а не безумно. Что человек прежде должен стремиться к правильному, потому что реальность в конечном итоге всегда берет верх. А бессмысленное, неправильное и несправедливое не имеет будущего. Не может привести к успеху, не может ничего, только уничтожить себя. На приеме присутствует деакония, который озвучивает моральные заповеди нашего времени. Эгоизм, личные интересы и стремление к прибыли порочны. Целью любого предприятия является не производство, а благосостояние рабочих. Производство существует благодаря рабочим, а не хозяину-паразиту. При приеме на работу нужно учитывать не способности работника, а его потребности, ведь для того, чтобы получить благо, достаточно нуждаться в нем. Дегни слышит легенду о Джоне Голте, который нашел Атлантиду, но не придает значения этому мифу. Пораженная красотой браслета из металла, она просит жену Риардена отдать его ей в обмен на бриллиантовое ожерелье. Глава 7. Эксплуататоры и эксплуатируемые Несмотря на огромные трудности со стороны лоббистов, Дегни и Генри продолжают реконструкцию железной дороги. Их поддерживает нефтепромышленник Уайетт, заинтересованный в восстановлении линии. Чиновники предлагают Генри убрать металл с рынка или продать права на него за любые деньги. Но он отказывается. Правительственный институт официально признает металл опасным для применения. Дегни встречается с доктором Стадлером, одним из самых выдающихся умом современности. Возглавляющим это заведение. Она хочет, чтобы ученый опровергнул лживые заявления о сплаве. Но физик отказывается. Он объясняет ей, что людям недоступны истина и разум. Они глухи к ним. Разум против них бессилен. Если мы хотим чего-нибудь достичь, мы должны обманом вынудить людей позволить нам этого достичь. Или силой. Иначе с ними нельзя. Другого языка они не понимают. Мы не можем рассчитывать на поддержку разумных начинаний или высоких духовных устремлений. Люди – это порочные животные, алчные хищники, гоняющиеся за наживкой и потакающие своим прихотям. Дегни основывает свою частную компанию и называет строящуюся дорогу линией Джона Голта. Лоббисты утверждают закон о равных возможностях, но герои полны решимости бороться за дорогу, продолжая противостоять бандитам и их законам. Глава 8. Линия Джона Голта Принятый закон вынуждает Риардена продать большую часть своих предприятий. Несмотря на это, он отсрачивает выплату денег компаний Тагарта за поставленный металл. Травля набирает обороты. Общественность и пресса распространяют информацию о предстоящей катастрофе, если линия будет запущена. Множество комитетов заинтересованных граждан требуют запрета эксплуатации железной дороги. Несмотря на общественный прессинг, строительство линии успешно завершается. На церемонии открытия Дегни произносит речь, в которой заявляет, что Джон Голт – это мы. Состав триумфально прибывает на конечную станцию, символизируя победу главных героев в ожесточенной борьбе. Они празднуют успех в доме нефтепромышленника Уайта, который все это время поддерживал их. Глава 9. Святое и оскверненное Успех линии Джона Голта благотворно отражается на экономическом положении района. Многие компании переезжают в перспективный и развивающийся штат. Джеймс чувствует себя униженным, но принимает поздравления как победитель. С возвратом сестры на пост вице-президента новая линия становится собственностью его компании. Во время совместного отпуска Дегни говорит о производстве двигателей для поездов. Риарден вспоминает про разорившуюся компанию, производившую когда-то лучшие моторы. Они попадают на заброшенный завод, где находят двигатель, не имеющий аналогов в мире. Дегни понимает, что это изобретение может изменить весь мир и решает восстановить его. Но для этого нужно найти гения, сотворившее это чудо. Глава 10. Факел Элиса Уайта Дегни прячет двигатель и продолжает поиски изобретателя. Завод, где работал гениальный изобретатель, разорился. Все на заводе, начиная от оборщиц и кончая директором, получали одинаковую зарплату. Самый что ни на есть минимум. Все участники производства коллективно определяли способности и потребности каждого при разделе доходов предприятия. Она находит великого философа и мыслителя Экстона, который являлся учителем многих одаренных людей. Но тот лишь поясняет, что исходя из сути и природы бытия, противоречий не существует. Если вы находите невероятным, что изобретение гения может быть брошено среди развалин, а философ может хотеть работать поваром в кафе, проверьте свои исходные положения. Вы обнаружите, что одно из них неверно. Лоббисты требуют сокращения скорости и количества вагонов на новой линии. Они продолжают давить на Риардена, заставляя его сократить производство металла. Генри не сдается, пытаясь спасти производство. Дегни обращается к брату за помощью, уговаривая того остановить разрушительные действия бандитов из Вашингтона, но тот отказывается. Стремясь ограничить железнодорожные перевозки и выплавку металла, бандиты протаскивают закон, в котором предприятие от страны любых размеров и рода деятельности запрещалось покидать пределы своих штатов без получения на то разрешения. Неожиданно исчезает Элис Уайт. Уничтожив перед этим свой нефтяной бизнес, он оставляет миру свое послание. Я оставляю месторождение таким, каким нашел. Забирайте его. Оно ваше. Часть вторая. Или-или. Глава 1. Хозяин Земли. Страну охватывает кризис. Обществу внушается, что разум является предрассудком. Оставшиеся в стране ученые развивают тезис, что разум не в состоянии постичь природы Вселенной. Мышление – это иллюзия, порожденная работой желез, эмоциями и в конечном счете содержимым вашего желудка. Человек не должен опираться на логику и поиск смысла является абсурдом. После исчезновения Уайетта мелкие нефтепромышленники пытаются организовать нефтедобычу. Но производители оборудования и железнодорожные компании взвинчивают бешеные цены. В итоге предприниматель в стране не в состоянии покупать нефть по цене, равной расходам на ее добычу. Производители, которые имели друзей в Вашингтоне, продолжали жить на субсидии от государства. Дегни пытается обеспечить движение поездов на участках, где все еще теплилось производство. Компания существует на субсидии, которые выделяет Вашингтон. Но они значительно превышали прибыль, которую приносили грузовые составы, идущие из пока еще активных индустриальных районов страны. Несмотря на отсутствие в стране талантливых ученых, она находит физика, решившего восстановить двигатель. Реарден продолжает борьбу, пытаясь отстоять право на собственный металл. Его завод контролируют чиновники. Производители, нуждающиеся в его металле, продолжают разоряться. Хозяин Земли не сдается, но его знаменитая способность найти любой выход, чтобы поддержать производство, на этот раз отказали ему. Глава 2. Аристократия Блата Дегни замечает, что исчезновение успешных людей связано с таинственными людьми, которые способствуют краху экономики. Города умирают, заводы закрываются, и кажется, что по стране бесшумно шагает разрушитель. Реарден поставляет углепромышленнику Денегеру свой металл, рискуя получить 10 лет тюрьмы за нарушение закона. На свадьбе у Джеймса Франциско де Акония называют существующее общество «Аристократия Блата». Он произносит монолог о сущности денег. Существование денег невозможно без людей, умеющих производить. В руках бездельников они теряют смысл и перестают быть средством обмена. Бумажные деньги являются фальшивкой, подменяющей золото. Лишь золото есть настоящий символ доверия, символ вашего права на части жизни людей, умеющих производить. Богатство является результатом умения честного человека мыслить. А таковым я называю того, кто осознает, что не имеет права потреблять больше, чем производит. Деньги основаны на праве каждого человека распоряжаться плодами своего разума, тела и труда. Там, где есть разум, там побеждает человек с наивысшим развитием и рациональностью суждений. Любовь к деньгам означает, что именно они пробуждают в вас лучшие силы стремления и желания обменять твои достижения на достижения лучших из людей. Сохранение денег требует высочайших способностей, мужества, гордости и самолюбия. Все теряют те, кто не чувствует своего морального права на собственные деньги, испытывая вину за свой капитал. Общество обречено на гибель, если взаимоотношения в обществе осуществляются не на основе добровольного согласия сторон, а на основе принуждения, если для того, чтобы производить, требуется разрешение тех, кто ничего никогда не производил, если деньги текут рекой не к тем, кто создает блага, но к тем, кто создает связи, если те, кто трудится, становятся с каждым днем беднее, а вымогатели и воры богаче, если честность и принципиальность равносильны самоубийству, а коррупция процветает. Америка являлась страной разума, справедливости, свободы, творческих и производственных достижений, в которых деньги являлись неприкосновенным капиталом. Только здесь не осталось места для бандитов и рабов. Здесь впервые появился человек, действительно создающий блага, величайший труженик, самый благородный тип человека, американский капиталист. Гости шокированы монологом Франциско. Перед уходом он сообщает Риардену о намерении уничтожить свой бизнес. Глава 3. Откровенный шантаж Власти шантажируют Риардена, узнав о незаконной сделке с углепромышленником. Правительственный чиновник уговаривает его продать партию металла государственной организации, которая до этого запрещала использование сплава. Генри спрашивает, почему власти издают такие законы. Чтобы управлять людьми, отвечает бюрократ, нужно издать законы, которые невозможно выполнять, притворять в жизнь, объективно трактовать. А вы создаете государство-нарушителей законов и наживаетесь на их вине. Бизнесменам предъявляют обвинения, но угольный магнат Денеггер бросает все и исчезает. Деакония приходит к Риардену, уговаривая того отказаться от борьбы, потому что Атлант, пытающийся из последних сил удержать мир, должен расправить плечи. Генри отказывается сдаваться. Глава 4. Согласие жертвы Страна погружается в хаос. Производство неуклонно падает. Люди бросают работу. Дегни стремится спасти свою компанию, пытаясь собрать изношенные рельсы, заброшенных путей и залатать основную линию. Ее деятельность сглаживается разрушительными действиями Джеймса, который предпочитает решать все проблемы через Вашингтон. Причиной кризиса, по словам прессы, является эгоизм богатых промышленников, которые стремятся к наживе. На суде Риарден произносит речь, в которой излагает свои принципы. Работать исключительно ради собственной выгоды, которую получаешь от продажи своей продукции людям, желающим ее купить. Не производить во имя их блага за счет своего, а они не покупают во имя моего блага за счет собственного. Не жертвовать своими интересами ради других, так же, как и другие не жертвуют своими ради тебя. Сотрудничать на равных по обоюдному согласию и для обоюдной выгоды. Гордиться своим богатством и делать деньги собственным трудом, путем свободного обмена и по добровольному согласию каждого человека, с которым имею дело. Не платить никому больше, чем стоят его услуги. Не продавать свой продукт дешевле, чем он стоит. Не испытывать вину за то, что ты в состоянии делать что-то лучше, чем большинство людей. Что твой труд имеет большую значимость, чем труд других. Что многие желают платить тебе за лучший продукт. Что ты более способен, успешен и имеешь деньги. Ничье благо, заканчивает речь бизнесмен. Не может быть достигнуто ценой человеческих жертв. Когда успешный и сильный приносит себя в жертву ради тех, кто хочет выжить за его счет. Опасаясь общественного недовольства, суд приговаривает его к условному сроку. Глава 5. Счет исчерпан. Страна продолжает управляться языком разрушительных законов. Паралич грузоперевозок приводит к разорению других компаний, не дождавшихся необходимых поставок. Рабочие требуют повышения зарплаты, несмотря на остановившееся производство. Начинаются бунты и погромы. Крах угольной промышленности приводит к перебоям в энергоснабжении. По всей стране дров не было, металл для изготовления печей отсутствовал. Приспособления для установки отопительных систем тоже не хватало. Правительство вводит нормы для отопления домов. Оживление наблюдается лишь в индустрии развлечений. Голодные граждане на последние средства посещали кинотеатры. Активизируются те, кто с ликующим злорадством выкрикивали, что человек не в силах покорить природу. Что наука – обман. Что разум потерпел поражение. Что человек наказан за свои грехи, гордыню и веру в собственный разум. Только вера, любовь и самопожертвование могут спасти страну. Парни из Вашингтона вынуждают Джеймса повысить зарплату рабочим и снизить тарифы на грузоперевозки. В результате этих действий принимается решение о закрытии линии Джона Голта. Глава 6. Чудесный металл. Президент государства Томпсон вводит чрезвычайное положение. Бандиты из Вашингтона принимают указ о жестком контроле экономии для установления полной стабильности. Все рабочие закреплялись за рабочими местами и не могли уволиться. Предприятия обязывались продолжать работу, а владельцам запрещалось закрывать и перемещать их под угрозой конфискации. Патенты и авторские права на изобретения передавались государству, о чем владелец подписывал дарственный сертификат. Запрещались любые изобретения, внедрения в производство и новых товаров. На существующем уровне замораживались производство, а также заработная плата, цены, дивиденды, процентные ставки и прочие источники дохода. Политики убеждены, что великие люди созданы для того, чтобы служить маленьким. Только плановая экономика способна вывести страну из кризиса. Риарден вынужден подписать сертификат, где устанавливалось, что он передает народу все права на металл, который будет называться чудесным металлом. Такое имя выбрали для него представители народа. Глава 7. Мораторий на разум. Принятый указ еще больше усиливает кризис. Людей, сбежавших с работы, объявляют дезертирами и сажают в тюрьмы. Специалистов на производстве заменяют бездарности, боящиеся ответственности. Правительство отдает право на изготовление чудесного металла своему промышленнику. Но пират Рагнар Даннешильд взрывает все заводы этого производителя, вручив Риардену слиток золота. Он объясняет, что захватывает ценности, силой отнятые у одних людей, чтобы быть преданными другим, которые за это благо не платили и этого не заслуживали. Продавая захваченные товары за золото, пират возвращает его тем, у кого они были украдены. Даннешильд ненавидит Робин Гуда. Тот занимался благотворительностью, используя богатства, которыми никогда не владел, раздавая блага, которых не производил. На железной дороге происходит крупнейшая в истории страны авария. По праву любви. Узнав о катастрофе, Дегни пытается наладить работу по восстановлению дороги. Она не может найти специалистов, работавших в компании, все уволились. На складах нет оборудования для ремонта. Все разворовано парнями из Вашингтона. Рабочие и служащие бросают поезда и исчезают. Без предупреждения и без видимой причины, что похоже на эпидемию. Болезнь внезапно поражает людей, и они пропадают. Такая форма протеста усугубляет кризисную ситуацию. Но властям безразлично, остался ли на земле хоть один поезд или доменная печь. У Дегни есть выбор, остаться или уйти, позволив погибнуть в стране. Но она решает бороться, пока есть малейшая возможность, не дать остановиться последнему колесику во имя человеческого разума. Глава 9. Лицо без боли, без страха и без вины. Деакония уговаривает Дегни отказаться от борьбы, потому что будущее скоро наступит и бандиты исчезнут с лица земли. Франциско говорит о том, что все пути все равно приведут в Атлантиду. Героиня получает письмо от физика, занимающегося запуском двигателя. Ученый отказывается от работы, так как не отдаст ничего, что создано его умом, миру, который относится к нему как к рабу. Она отправляется в путь, решая остановить его любой ценой. Глава 10. Знак доллара. В дороге Дегни сталкивается с бродягой, который когда-то работал на моторном заводе. Он рассказывает ей историю разорения предприятия. Владельцы ввели новый план управления заводом, который предпринимал, что каждый будет работать по своим способностям, а его труд будет оплачиваться по его потребностям. Но чьи способности или потребности важнее всего? Для этого все собирались и голосовали. Ведь когда все в один котел, человеку не позволено определить свои потребности. Коллектив стал называться семьей, которая выделяла средства по потребностям и определяла способности каждого. Когда производительность стала стремительно падать, то решили, что кто-то работал не в соответствии со своими способностями. Лучших работников приговорили к сверхурочной работе. Каждый вечер в течение полугода. Сверхурочная и бесплатная, потому что платили не повременно и не за сделанную работу, а только за потребность. Все успешные и талантливые люди стали скрывать свои способности и работать хуже. Потому что жалование выплатят, заработано оно или нет. Но выше квартирного и продовольственного пайка, так как его называли, ничего не дадут. Как ни старайся. Единственным производственным показателем, который вырос, было рождение детей. Людям было нечего больше делать, ребенок становился не их бременем, а бременем семьи. Фактически, прекрасным шансом получить прибавку к зарплате и краткую передышку являлось пособие на ребенка. Или ребенок, или серьезная болезнь. Зачем работать, когда каждое родившееся существо может в любой момент предъявить себе счет на любую сумму? Люди, которых никогда не увидишь, потребности которых никогда не узнаешь. Чьи способности или лень, порядочность или мошенничество никак не распознаешь. Бродяга упоминает талантливого инженера по имени Джон Голд, поклявшегося оставить двигатель, который приводит в движение этот мир. Дегни попадает на аэродром, с которого улетает самолет, забравший талантливого ученого. Она преследует этот самолет и попадает в авиакатастрофу. Часть третья. А есть А. Глава 1. Атлантида. В результате авиакатастрофы Дегни оказывается в долине, где знакомится с Джоном Голтом. Там она встречает всех успешных людей, пропавших в последнее время. Атлантида представляла россыпь небольших современных строений. Символом этого места был знак доллара высотой в 3 фута, сделанное из чистого золота, который парил над долиной. Все обитатели долины работают для собственного потребления, а не для прибыли бандитов. Рынок образует производители, а не потребители. Если я добываю нефть с меньшими затратами, я меньше требую за нее с людей, которым ее продаю, чтобы получить от тех то, в чем нуждаюсь. Каждый торгует достижениями и способностями, а не потребностями. Все свободны друг от друга, но развиваются и растут совместно. Здесь запрещено произносить слово «давать». Каждый распоряжается собственной жизнью и тратит ее на развитие и совершенствование. Голд объясняет героине, что эта забастовка людей-духа, которых в мире считают за упырей и подвергают мучению, это бунт воли разума против невежества, насилия и зверенных инстинктов человека. Глава 2. Утопия стяжательства. В долине Дегни встречает Франциско. Он уговаривает ее присоединиться к забастовке. Все обитатели Атлантиды хотят, чтобы она осталась. Героиня обещает подумать, но когда узнает, что Голд планирует уничтожить железную дорогу, то отказывается от предложения. Голд берет с нее слово, что она никогда не скажет о существовании долины. После этого он возвращает Дегни в мир. Глава 3. Антипод стяжательства. Ситуация в стране становится критической. Экономика практически не работает. Никто не хочет на себя брать никакой ответственности. Никто ничего не производит. Остатки распределяются по указам государства. Здоровой конкуренции нет. Все оставшиеся предприниматели зависят от капризов чиновников. Джеймс уговаривает сестру смириться с существующим положением. Президент страны предлагает Дегни выступить по радио, чтобы успокоить общественность. Она выступает, но вместо лжи говорит всю правду о разрушительной политике правительства. Глава 4. Антипод жизни. Джеймс уверен, что связи с политиками сделают его самым богатым человеком в стране. Его жена узнает, что он все время присваивал себе достижения других людей, обманывая окружающих. Она называет его духовным бандитом, который хочет незаслуженной любви, величия и восхищения. Все, что имеют такие люди, принадлежит им незаслуженно. Все это, считает она, такие бандиты отнимают у тех, кто способнее их. Не в силах вынести всей открывшейся правды, жена Джеймса совершает самоубийство. Глава 5. Дегни пытается спасти железную дорогу, но повсюду царит воровство и коррупция. Все резервные запасы распродаются маленьким начальником и перекупщиком, имевшим влиятельных друзей в Вашингтоне. Воровство и грабеж становятся нормой. В бизнесе преобладает новый вид предпринимательства – бизнесмен, который живет по принципу «Урви, беги». Он не возводил цеха и не устанавливал оборудование, он ничего не создавал. Но у него был ценный капитал – знакомство, связи и блат. Такие стервятники преуспевают повсюду. Провозглашаются гуманистические лозунги. Но на деле каждый пожирал соседа и сам становился жертвой, если не своего соседа, то его брата. Каждый пожирал сам себя и в ужасе вопил, что каждая непостижимая злая сила губит мир. Страна погрузилась в бездну мародерства, разрухи и голода. Глава 6. Песни свободных. Кучка людей, удерживающих власть, винит во всем собственников и продолжает усиливать контроль над всеми ресурсами. Все компании управляются из Вашингтона. Это пытаются сделать и со столетийной отраслью. Риардену предлагают наладить производство стали без всяких ограничений. Но весь доход складывается в общий котел государства. Вся полученная прибыль будет распределяться правительством и каждой компанией будет причитаться выплатам в соответствии с ее потребностями. Отказавшись от предложения чиновников, Генри становится свидетелем попытки захвата собственного завода правительственными провокаторами. Это является последней каплей, и он присоединяется к бастующим промышленникам, оставив свои заводы. Глава 7. Слушайте, говорит Джон Голд. По всей стране происходят вспышки насилия и грабежей. Целые районы были во власти мятежников, которые отнимали всю собственность, которую можно было отнять. Объявляли каждого ответственным, за всех и вся. И погибали в течение недели, проев свою жалкую добычу. Полные ненависти ко всему и ко всем в хаосе, где не существовало никаких законов, кроме закона грубой силы. Учитывая обстановку, президент государства планирует выступить перед страной по радио и телевидению, чтобы приободрить людей. Но Джон Голд перехватывает эфир и произносит речь, в которой излагает философию бастующих создателей. Мир, отрицающий разум и мышление, обречен на животное существование и гибель. Только человек обладает сознанием и осознает существующее. Основой всякого разумного существования и знания является формула А есть А. Истина есть признание реальности, а разум является единственным средством познания истины. Отказ от мышления означает смерть существующего и попыткой истребить реальность. Разумный человек подчиняется только логике, позволяющей установить истинность. Те, кто отрицают логику, отрицают реальность. Логика является искусством непротиворечивого отождествления, которое убивает любое противоречие. Мораль должна быть рациональна и основываться на разумном выборе человека. Мораль не называют, а разум не подчиняется чужим заповедям. Единственная нравственная цель жизни человека – стремление к счастью. Стремление нравственности является человеческая жизнь. Все, что хорошо для жизни разумного человека, есть добро. Все, что разрушает ее, есть зло. Нужно уметь наслаждаться жизнью, получать удовольствие от собственного существования и жить суждениями своего ума. Для счастливой жизни нужно придерживаться следующих добродетелей. Разумности, независимости, цельности, честности, гордости, творчества, справедливости. Всякое требование о помощи нужно воспринимать как сигнал, указывающий на людоеда. Помогать человеку можно только на основе его достоинств, его усилий, самостоятельно справиться со своей бедой, его разумности или на основе того, что он пострадал несправедливо. Готовность помочь оправдана, если вы испытываете эгоистическое удовлетворение. Тем, кто ведет борьбу, голд предлагает не поддерживать тех, кто их губит, не страдая, победить в игре, правила которого установлены врагами. Не просить ничего у бандитов, не вступая в их ряды, так как вам придется грабить ближнего своего, не стремиться к успеху, выгоде и благополучию, ценой уступки своего права на жизнь, жить своим умом, развивать свои таланты и знания, не кормить паразитов достижениями, соглашаться на изоляцию от их мира, ведя плодотворную собственную жизнь, бороться за знамя разума с теми, кто разделяет ваши убеждения. В созидательном обществе у руля стоят созидатели, дельцы, которые не строят своего счастья на благосклонности или несчастье других. Делец зарабатывает сам, не жертвует и не дает милостыню, он не ждет, что кто-то заплатит за его неудачи. В разумном обществе правительство необходимо лишь как инструмент самозащиты человека от внешних врагов, армии, внутренних уголовников, это полиция, и от посягательств на частную собственность, суд. Все остальные учреждения – паразиты, наживающиеся на людях. Люди должны сражаться за верховенство разума, каждый должен понимать слова клятвы о том, что «никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня». Глава 8. Эгоист. Вступление Голта рушит все планы правительства. Народ возмущен, тюрьмы переполнены, фабрики и заводы горят. Пытаясь избежать потери власти, президент поручает найти гения. Философа выслеживают и арестовывают. Президент предлагает ему сотрудничать с правительством, но тот отказывается. Под дулом пистолета его заставляют выступить по телевидению. Голт должен прочитать заготовленный текст. Но в последний момент он произносит в камеру одну фразу «убирайтесь с дороги». Глава 9. Генератор. Отчаявшись уговорить Голта, окружение президента выводит его в бункер для пыток электричеством. Во время издевательств генератор перегорает от напряжения. Ошарашенные бандиты покидают бункер, в котором рядом с перегоревшим мертвым генератором лежал связанный по руками ногам живой источник энергии. Глава 10. Во имя всего лучшего в нас. Соратники Голта нападают на бункер и освобождают своего лидера. Дегни присоединяется к бастующим, улетая в Атлантиду. Они видят под крылом самолета тьму и разруху, в которую погрузилась страна. Книга заканчивается описанием того, что герои планируют вернуться в мир. «Путь свободен», — сказал Голт. «Мы возвращаемся в наш мир». Он поднял руку и начертал над безлюдной землей знак доллара. «Путь свободен»